Улицы Олега Кашевого, Ульяны Громовой, Любови Шевцовой получили молодогвардейские названия еще в 1961 году. Местные жители, поселившиеся здесь недавно, удивляются целый молодогвардейский поселок. И я, конечно, хочу рассказать, когда мой сын вырастет, ему, что были такие герои, чтобы он тоже знал и чтил их память. На этих улицах были установлены стелы, где есть краткое описание героев, в честь которого названы улицы Годы Жизни и подпольные деятельности комсомольской организации в период с сентября 1942 по январь 1943. Для сочинских молодогвардейцев стало открытием, что в микрорайоне Соболевка шесть улиц, названные в честь героев молодогвардейцев, о подвиге которых написано в книге Фадеева «Молодая гвардия». Обратив внимание на неухоженные стелы, которые указывают на название улиц, ребята купили кисти и краски и приступили к работам. По всей вероятности, говорят молодые сочинцы, раньше стелы приводили в порядок местные жители. Но вот увидев их в таком состоянии, представители молодой гвардии не прошли мимо. Заинтересовала и тема подпольного движения молодогвардейцев военного времени. По сути, их сверстников из Краснодона Луганской области. К подробному изучению истории подтолкнули и сегодняшние события на Украине. У нас в организации раньше не было такого, честно признаюсь, интереса к истории. Но сейчас вот моя старая книжка «Молодая гвардия», которую написал замечательный автор Фадеев, уже переходит из рук в руки. И люди действительно, ребята, читают, очень интересуются. Читать, знать и быть реальными участниками уже современной истории – вот чего хотят нынешние молодогвардейцы. Пообещали, будут просить администрацию города, чтобы эти стелы закрепились за их организацией. А значит, по мере необходимости будет кому приводить их в порядок.